Всем привет! Сегодня опять снимаю влог. Такой прогулочный и покупной. Еще за книжками поедем. Самая паттащика, она тяжелая. Мы сегодня катаемся на самокатах. Первый раз в этом году. Сегодня очень классная погода. Сейчас я шлепнусь вместе с камерой. Влог это святое. Надо снимать даже на ходу. Надо снимать даже, когда видишь носом вперед, да? Да. Мы сейчас заезжали за ирригатором. Такая интересная штука. Возможно, кто-то из вас тоже не знал о ней, как и я раньше. Ну а теперь мы будем намного лучше чистить зубы. Я вам дома все покажу. Ехали как сумасшедшие, потому что всего лишь до 7 часов можно было забрать. А мы заказ сделали только час назад и очень-очень быстро ехали. Слава богу, ехать недалеко от дома. Сейчас где-нибудь покушаем. Покушаем? Не раз. Да. Сегодня я не худею. А потом поедем опять в лабиринт за книжечками. Как обычно. Мы решили покушать в KFC. Сто лет тут не были. И тут, короче, новое меню. Типа мексиканское с сальсой. И там, короче, на картинке было огромное такос. И смотрите, что идет в жизни. И такая вот малюсенькая фигнюшка. Реклама обманчива. Тут есть сырное и вот это сальс. Я взяла сыр на себе. Сейчас будем кушать. Такос. Малюсенький. Один стрип, да? Да. Итак, мы уже дома. Давайте покажу, что же мы сегодня купили. Первое, зачем мы ездили, это вот такой вот ирригатор. Полости рта. Здоровые зубы и десны. Рекомендован профессиональными стоматологами для взрослых и детей. Профилактика образования зубного камня, гингивита и многих парадонтальных болезней. Мы еще не открывали, ничего не смотрели. В наборе идет 4 насадки. Я буду красненько пользоваться. Блин, это оранжево. Тогда желтый. Начинается. Сюда наливается водичка. Также мы взяли специальную жидкость для ирригатора. Бальзам какой-то от зубного камня, от кариеса и так далее. Можно обычную воду заливать, можно ополаскиватель добавить, можно травы и так далее. И с помощью таких насадок под сильным напором идет струя воды в зубы. И вычищаются всякие загрязнения. Можно сказать, работает намного лучше, чем зубная щетка и зубная нить. Это один из самых приемлемых по цене на Яндекс.Маркете. И самый лучший по отзывам. Так что, мне кажется, нам понравится. Дорогой слишком не стали брать. Этот стоит 2700 рублей где-то. Советуется пользоваться 3 раза в неделю, но можно почаще. Но точно не реже 3 раз в неделю. И давайте покажу, что же я купила и забрала на лабиринте. Первая это книга «Беглецы» Нил Шустерман. Хорошие отзывы на нее слышала, говорят, очень интересно. Основная причина, по которой я вообще сделала заказ на лабиринте, это новая книга Ольги Миклашевской «Тайна острова драконов». Я как увидела, что она есть в наличии на лабиринте, сразу же сделала заказ. Хотя до этого у меня корзина просто лежала как бы полная, и я не делала заказы. Очень интересно будет прочитать. Очень красивая обложка. Следующая книга «Разум в огне» на реальных событиях. Основанная меня завлекла то, что будет сниматься фильм с главной героиней Хлои Грейс Морритс. Если я не ошибаюсь, то фильм уже снят. Надо будет прочитать, успеть до премьеры хотя бы. Далее «Сара Джо. Тихие слова любви». Очень классная такая, как вы видите, обложка. У меня есть все книги Сары Джо. Мне нравится, как она пишет, поэтому покупаю. Далее книга «Одарённый». Тоже слышала очень хорошие на неё отзывы. Если я не ошибаюсь, это тоже трилогия. Что-то похожее на герои сериала «Раньше шёл на СТС». Мне очень нравился он в детстве. Тоже люди со сверхспособностями. Так что будет интересно тоже почитать. Она такого огромного формата. Далее «Прежде чем я упаду», тоже будет на эту книгу фильм. Он уже, по-моему, в мае выходит. Так что надо успеть тоже прочитать. Очень мне понравился трейлер. Кстати, это издательство «Лайкбук». У меня уже есть одна книжка от них. Так что будет теперь в одном оформлении у меня стоять рядышком. Очень красивое оформление, мне нравится. И последнее. Это тоже Нил Шустерман «Разделённые». Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, это вторая часть вот этой книги «Беглецы». По-моему, я смотрела на «Лайфлибе». Это одна серия. Это первая книга, это вторая, там ещё и должна быть третья. Но меня смущает, что у них совершенно разное оформление. Видите, они совершенно разные. Сейчас читаю «Детектив» по её следам. Я уже на 157-й страничке, но так скучно вообще читать. Вообще сколько-то. Не знаю, будет ли интересно дальше, но, если честно, никакого желания читать нет вообще. Всё больше половины. И пока интересное даже не начинается. Эх, так надеялась, что мне понравится. Всё равно нужно дочитать. Не люблю оставлять книги недочитанными, хотя у меня есть такие экземпляры. Потом вам расскажу, когда дочитаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok